Ленточка корпоративного цвета. Полгода назад сырая идея, сегодня успешный стартап. Слепить из эмоций и надежд предпринимательства Анастасии Ширейко помогло участие во втором сезоне проекта ОНТ «Мой бизнес». Шесть недель назад претендентов было 60, но в финал пробьются единицы. А этот аргумент на победу весит 276 килограммов. Очередное задание ментора принесло начинающей кондитерской фабрике самый крупный заказ. Мы еще выручку пока не посчитали, нужно сопоставить расходы и доходы. Но все хорошо. Это очень выгодный, конечно же, для нас заказ. И особо важно доверие такого крупного корпоративного заказчика к небольшой семейной кондитерской. В том числе о доверии заказчиков говорят на Всемирной неделе предпринимательства. Хотя за пять лет участия Беларуси в этой инициативе главное, наверное, обсудили. Но пришло время обратить внимание на детали. Тема этой недели, неделя этого года – инновации. Что такое инновации? Это не всегда изобретение, как ошибочно принято думать. Это инновационное мышление, это инновационные подходы. Стремление организаторов, если не революция, то реформа консервативной сферы отношений бизнеса и власти. Чиновники говорят, в Беларуси уровень государственно-частного партнерства высокий. Предприниматели отвечают «да», но совершенству ведь нет предела. И в этом зале и скептики, и теоретики, и бизнес-романтики. Мы работаем в Детройте. Он считался в США городом моторов, индустриальным центром. Но сегодня мы хотим рассказать, как Детройт превращается в город передовых IT-разработок. Как к нам приходят инновации. Специалисты из Минска были у нас и удивились. Сегодня удивились уже и мы. В Беларуси мы увидели качественный переход от производства к сфере высокотехнологичных услуг. Для Детройта, я думаю, этот опыт будет хорошим уроком. В 21 веке сотни способов продать товар или услугу, а технологии открывает любой рынок. Эксперты из Германии, Голландии и Италии во многом повторяют советы менторов проекта «Мой бизнес». К примеру, Юрий Сигай из Гомеля в своем деле рассчитывал на рынок Беларуси. Максимум — России. Но его вирусные ролики уже покупают в США за большие деньги. Сегодня с помощью технологии возможно общение с любым специалистом. И мы хотим показать это в нашем проекте. Поэтому не хочется раскрывать всю тайну. Смотрите проект «Мой бизнес», голосуйте за нас 3 декабря в финале. Сейчас, конечно, хочется победить, потому что у нас уже сформирован долгосрочный план по развитию. Ну и, конечно, на него необходим капитал. Стартовый капитал победителя второго сезона проекта «Мой бизнес», кстати, будет солидным. 30 тысяч рублей. А его обладатели назовут телезрители. Финал и телефонное голосование 3 декабря в 17.45 на ОНТ. Пока же участники продолжают обучение и признаются — это важнее денег. Всемирная неделя предпринимательства на этом не заканчивается. Участники стартап-конференции практически в полном составе соберутся уже завтра. Среда — это день инвесторов. Начинающие бизнесмены попробуют найти финансирование для своих проектов. А завершится неделя в пятницу в церемонии награждения конкурса «Предприниматель года». Игорь Тур, Дмитрий Буй. Наши новости ОНТ.